На связи с нами Валерий Рябых, военный эксперт. С ним тему будем детально обсуждать. Валерий, рады приветствовать вас в нашем эфире. Добрый вечер. Валерий, ну вот в сюжете также наших коллег прозвучала информация о лимитах на снаряды для военных армий Российской Федерации. Так все-таки нехватка, либо же копить силы для каких-то других планов. Вы как считаете? Ну дело в том, что по динамике использования боеприпасов заметно, что сейчас использование российскими оккупационными войсками боеприпасов существенно сократилось. И речь идет о сокращении в несколько раз. Если, допустим, в начале широмасштабной агрессии наблюдалось применение где-то в районе 70-80 тысяч боеприпасов в Гень, и как раз основным средством поддержки пехоты было применение так называемых огневых валов, когда полностью уничтожалось все на огромной площади благодаря широкому использованию артиллерийских боеприпасов, сейчас оккупационные войска это себе позволить не могут. И, конечно же, это является следствием истощения боеприпасов и необходимости обращения уже к старым некондиционным запасам. Дело в том, что на данный момент промышленных площадок в государстве-агрессоре не хватает для того, чтобы обеспечить пополнение с колес необходимого количества боеприпасов. Сейчас где-то речь может идти о применении оккупантами в районе 15 тысяч боеприпасов в сутки, и это число варьируется в большую или меньшую сторону в зависимости от конкретных действий в конкретном районе. Но в целом отмечается вот такое существенное снижение расходов боеприпасов. Ну и, конечно же, в первую очередь это не от хорошей жизни, а от того, что оборонная промышленность страны-агрессора не позволяет восполнять вот то количество боеприпасов, которое тратится каждый день. И это, конечно, является следствием от того непродуманного плана вот этой так называемой специальной операции, которая была рассчитана на короткое время. И сейчас страна-агрессор сама себя вгоняет вот в этот боеприпасный голод. Продолжим тему боеприпасов. Германия передала Украине новый пакет военной помощи. 5 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Также в этой поставке снаряды для ракетных систем залпового огня Марс, артиллерийские управляемые боеприпасы. Количество этого вооружения не разглашается. В этом пакете помощи также полтысячи пистолетов, специальная автомобильная техника. Валерий, а скажите, в плане помощи Украине мы часто говорим о самолетах, мы говорим о танках, мы говорим о системах ПВО. А в плане боеприпасов мы надежно обеспечены? Насколько, я так понимаю, от этого зависит, в том числе от слаженности работы военно-промышленного комплекса стран НАТО? Насколько мы в этом смысле обеспечены и можем не беспокоиться? Ну, дело в том, что, конечно же, к подобному расходу боеприпасов не были готовы наши партнеры до определенного момента, потому что, откровенно говоря, если вот из сюжета мы увидели, что Украина уже начала производство, можно говорить, о пяти видах боеприпасов, все эти боеприпасы постсоветских калибров, речь идет о боеприпасах 122-152, это для артиллерийских систем, также два калибра минометных боеприпасов 82 и 120, и вот сейчас было объявлено о производстве уже танковых боеприпасов калибра 125 мм. То, конечно же, боеприпасы НАТОвского образца нам полностью поставляют партнеры, и можно говорить уже, что к концу прошлого года США поставили за прошедший период где-то порядка миллиона боеприпасов, сейчас эта цифра уже увеличена, также параллельно можем говорить о том, что наши партнеры из стран Европы поставили где-то около четверти миллиона боеприпасов. И, конечно же, сейчас предпринимаются все необходимые усилия для наращивания производства боеприпасов. Этому, кстати, была посвящена министерская встреча, которая прошла в прошлой неделе, министров обороны Европейского Союза, где были приняты основные решения по оперативному обеспечению Украины боеприпасами и по решению проблемы долгосрочного наращивания производства боеприпасов как для поставки Украины, так и для поставки армиям стран Европейского Союза. На эти цели было выделено, в частности, на программу по оперативному обеспечению боеприпасами Украины 1 миллиард евро. И в рамках этой программы страны из состава ЕС будут поставлять имеющиеся боеприпасы со складов для того, чтобы обеспечить оперативные потребности вооруженных сил Украины для решения тех оперативных задач, которые стоят на этот год. Напомню, это полное освобождение временно оккупированных территорий и выход на международные признанные границы Украины. И как раз это дает определенный оптимизм, что все-таки вооруженные силы Украины получат все необходимые боеприпасы натовских калибров. Кроме того, Европейский Союз также выделяет миллиард долларов на развитие и расширение производства и обеспечение уже, скажем, наращивание производства как для перспективного покрытия потребностей Украины, так и с учетом растущих потребностей собственных войск. И кроме того, были определенные спланированные шаги на перспективу на 7 лет, как должно развиваться это производство и на каких направлениях концентрироваться. Так что наши партнеры думают об этом. И по большому счету, вот именно по калибрам боеприпасов НАТО, а это 155 мм, 105 мм, боеприпасы, это боеприпасы высокоточные, также этих калибров, прежде всего, калибра 155 мм, это боеприпасы реактивные, упоминутым вам системам типа МЛРС, Хаймерс, Марс и другим вот этим родственным системам. Так что, в принципе, здесь можем полагаться целиком и полностью на наших партнеров, которые вот в очередной раз вчера во время 10-й встречи контактной группы «Форматерамштайн» подтвердили свои обязательства и наметили планы по удовлетворению оперативных потребностей уже на все Украины. Ну и более того, Российская Федерация с битием беспилотника Соединенных Штатов Америки, возможно, как одна из версий, прощупывает почву, собственно, на что мотивирует такая провокация партнеров Украины, потому что сейчас поддержка Украины – это действительно достойный, достаточно четкий ответ на любые провокации Российской Федерации, на любое испытание со стороны Российской Федерации прочности мировой безопасности. И вот тему авиации, собственно, с вами и хотела продолжить, потому что, на самом деле, авиация несет достаточно большое сейчас значение, особенно на данном этапе войны. Как вы видите и, возможно, для себя уже предсказываете прогресс касательно этой части войны? Ну, авиация – одна из очень важных составляющих для обеспечения безопасности Украины. Здесь нужно разделить этот вопрос на несколько моментов. Прежде всего, конечно, нужны средства авиационной поддержки для обеспечения контрнаступательной операции, которая будет проводиться в ходе весеннолетней наступательной кампании. И здесь, ну, прежде всего, конечно же, можно говорить о поставке, в первую очередь, постсоветских систем. Это, прежде всего, самолеты МиГ-29, которые еще остаются у ряда стран НАТО. Ну, здесь можно говорить о том, что сейчас эти самолеты имеются в распоряжении Польши порядка 28 машин. Также Словакия имеет 11 машин, 10 из которых она готова передать Украине. И нужно сказать, что большая часть из этих самолетов, они прошли модернизацию для использования ряда боевых систем, стандартов НАТО. И, конечно же, получение подобных самолетов, особенно в случае решения вопроса использования ряда вооружений оборудования НАТО, в частности, таких ракеток, как М-120 «Амбраум», класса «Воздух-воздух», могло бы обеспечить решение тех задач, которые необходимы Украине во время наступательной кампании. Ну, кроме того, конечно же, параллельным треком идет работа по определению формата возможной будущей поставки самолета уже стандартов НАТО. В вооруженных силах Украины неоднократно заявляли, что, конечно же, одним из оптимальных решений с точки зрения потребностей, которые есть у воздушных сил, вооруженных сил Украины, является самолет типа F-16, и в том числе, как по возможности создания коалиции государств, так как достаточно большая количество стран имеют в распоряжении этот самолет. Кроме того, мы услышали заявление Голландии о возможности предоставления самолетов этого типа, в том числе и в связи с плановой заменой этих самолетов на самолеты F-35. И эта работа более долгосрочная, потому что требует более тщательной подготовки и пилотов, и технической базы обслуживания данного типа самолета. Кроме того прочего, необходимо также обеспечение защиты мест базирования этих самолетов с воздуха. Поэтому говорить о том, что они могут быть поставлены раньше, чем придут те же системные проекты в Украине, пока не приходится. Но эти самолеты западные, вот это F-16 или другие самолеты, потому что достаточно много стран заявляли о возможности передачи Украине различных типов самолетов, в том числе мы эти заявления слышали от Великобритании, от Франции. И, скажем так, это определенное такое долгосрочное будущее, которое может, скажем, обеспечить завершение строительства системы противовоздушной и противоракетной обороны в Украине для обеспечения безопасности после уже, как мне кажется, освобождения временно оккупированных территорий, выхода на международно признанные границы. И, конечно же, именно поставка самолетов стандартов НАТО в Украину может завершить выполнение задачи прикрытия нашей страны с воздуха и обеспечения защиты в том числе и от большинства два вида ракетных угроз, в частности, тех ракет, которые имеет государство Агресса. И вот тут действительно еще важно упомянуть качество и количество. Вот мы можем какую-то очень краткую, скажем так, сравнительную характеристику, сколько МИГов на F-16, собственно, приходится в качественном эквиваленте, если вообще корректно проводить подобные сравнения. Ну, тут сравнение, оно достаточно условно. Если говорить о самом самолете, он как носители, в принципе, это сопоставимые машины одна с другой, именно полетно-техническим характеристикам. Но все основное отличие лежит в технологической оснащенности этих самолетов. Это, прежде всего, конечно, средства обнаружения, радарные системы, которые позволяют обнаруживать противника на больших дальностях, значит, иметь преимущество. То есть, когда самолет тот же, допустим, МиГ-29 или там другие более современные типы самолетов, которые сейчас имеются в расположении страны-агрессора, еще остаются слепыми, то, условно говоря, F-16 может их засечь на большей дальности. Кроме того, вот те вооружения, которые имеются на борту F-16, они позволяют уничтожать противника, своевременно обнаружив, на больших дальностях. И это, прежде всего, обеспечивает преимущество. Ну, кроме того, тут есть, скажем, еще отличие подходов между советской авиацией и западной, где самолет рассматривается как часть единой боевой системы, которая является очень важной составляющей и, скажем так, достаточно органичной, в которую входят элементы и наземные, и воздушные, и морские, что, скажем, позволяет получать картинку относительно положения на поле боя в реальном часе и в реальном времени. И в связи с этим используют все имеющиеся боевые средства в соответствии с теми задачами, что возникают на поле боя. Именно как раз вот этот комплексный подход и более высокое технологическое защищение и является преимуществом современной техники стран НАТО. Спасибо вам, Валерий, большое за анализ. Еще, очевидно, будем не раз обращаться. Всегда рады вас видеть в эфире. Валерий Рябых, военный эксперт, был гостем прямого эфира канала Freedom.